Это тот день, когда в музее выстраиваются очереди. Акция «Ночь музея» в Саратове в Радищевском музее стартовала с музыки. Оркестр играл прямо у входа. Когда последний раз были? На какой выставке, если не секрет? На общей композиции, ну, где-то год-полтора назад. Обычные дни вы ходите по музеям? Ну, бывает, но не так часто, конечно. А на память? В прошлый раз ходила на священство, выставка. Очень понравилась. В прошлом году ходила на Сафронова. «Ночь музеев» она не только объединяет, но и позволяет в абсолютно простой игровой форме, например, в формате квеста, приобщить людей к культуре. И в этом ее как раз особенности фишка. Поэтому все на «Ночь музеев». Во время акции в Радищевском музее наряду с профессиональными экскурсоводами работали и волонтеры. Вот этот вот юный школьник рассказывает про фарфор. Вот, блин, на нее надевали настоящую фарфор. Не зря саратовцы стремятся попасть в хранилище предметов искусств именно в «Ночь музеев», потому что в это время здесь происходит масса всего интересного. Интерактивные мастер-классы. Например, сегодня можно сделать карнавальную маску. А также эксклюзивные экскурсии. Вот сегодня здесь за дверью идет рассказ про блистательного вэджвута. Это про английский фарфор. Ну, сложилась некая матрица. То есть это обязательно новая выставка. Это обязательно мастер-классы. Тот, кто приходит с детьми или тот, кто хочет в эту ночь или в этот вечер стать художником. Разнообразные. Специально на «Ночь музеев» в Саратов приехал Майкл Холл. Творческая встреча с ним тоже прошла в Радичевском музее. Кстати, в прошлом году сюда на «Ночь музеев» пришло 6 тысяч человек. В этом году ожидают, что посетителей будет больше. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.